Не знаю уж, кто распределял природные красоты по белу свету, но знаю точно, что сделал на это несправедливо. Кому-то досталось всё, кому-то ничего или почти ничего. Я в Венесуэле. Здесь, на юго-востоке страны, на порогах реки Коруни, становится понятно, зачем приезжие из Старого Света преодолевают полмира. Они хотят увидеть всё это. Сегодня в программе. Я приготовлю соус из муравьёв. Ой, какая невкусная гадость. Научусь делать белый шоколад. Это ещё одна какао-давилка. По свою технику ловли осьминогов. С таким же успехом можно в Подмосковье червя купать. Я узнаю, как отличить самку от самца-черепахи. Так, я немедленно требую, чтобы все дети сейчас выключили телевизор. Точно известен не только год, но даже день рождения венесуэльской столицы. Этот город был основан испанцами 25 июля 1567 года в день святого Яга Леонского. Полное его название звучит поэтому торжественно. Сантьяго де Леон де Каракас. Венесуэльцы уверяют, что в их столице живут никак не менее 6 миллионов человек. Сегодня в этом городе немногое напоминает о колониальном прошлом. Редкие здания испанской архитектуры теряются среди небоскрёбов. А вот что бросается в глаза в Каракасе, так это кварталы бедноты. Жители таких районов здесь их называют Баррюс. Главная опора социалистических реформ президента Чавеса. Венесуэльцы очень набожные люди. И принадлежат, как известно, христианской римской католической церкви. Но дело в том, что здесь, в Венесуэле, как, впрочем, и почти во всех странах Латинской Америки, христианство впитало в себя древние культы, привезённые из Африки ещё рабами столетия тому назад. В этом доме празднуется церемония в честь Элегуа. Это божество, которое отвечает за все дороги. Он уже сделает наше путешествие по Венесуэле лёгким и беззаботным, а может превратить его в кошмар. Повсюду в Латинской Америке такие афроамериканские культы называют Сантерия. Сантерия не религия, это скорее культ, который существует в мире. Повсюду в Латинской Америке существует параллельно христианству. В нём общие имена богов, белая одежда жрецов и посвящённых, ритуал поклонения алтарю и манера приветствовать друг друга, соприкасаясь плечами. Все боги корыстные, они просят денежку. Добро пожаловать и пусть наш святой откроет перед тобой все дороги, сказала мне эта женщина. Сантерию привезли в новый свет чернокожие рабы из Африки. Её корни в религии Вуду. В этом культе нет ни священных книг, ни единых правил, ни иерархии. Каждый жрец волен трактовать по своему традицию предков. Но танец и ритмичный звук барабана, погружающий в транс, обязательные атрибуты коллективной молитвы. Я не уверен, что я понял всё, но духи вроде бы вняли моим мольбам. И дорога, где путешествие по Венесуэле, не открыта. Венесуэлу можно представить так. Это страна, которую лично открыл Христофор Колумб. А можно, например, так. Это страна, где проживают 25 миллионов жителей, самых беззаботных и весёлых на свете. Или так. Это страна с самым дешёвым в мире бензином. Литр топлива здесь стоит в 30 раз меньше, чем чашечка кофе. Хотя нет, правильнее сказать так. Это страна, где абсолютно всё носит имя Симона Боливара. От денег до гор и названий министерств и ведомств. И всё это будет правдой. Как и то, что Венесуэла – один из самых красивых уголков мира. Это чудо света, национальный парк Канайма, затеряно в Гуаянском горном массиве, который считается одним из древнейших мест на планете. Его возраст насчитывает около 2 миллионов лет. До самых недавних пор о нём знали только местные индейцы, для которых каскады – сакральное, святое место. Я нахожусь как раз вот в этом месте, где сливаются две реки – река Корони и великая река Ореноко. Они текут вот таким несмешивающимся потоком, таким бутербродом целых 13 километров. Это потому, что у них разный состав солей, а кроме того разная температура. Этот летающий велосипед, именуемый СССР американского производства, взлетел на удивление мягко, хотя я так и не могу привыкнуть к странному ощущению, которое испытываешь в таких крошечных воздушных судах. В Венесуэле есть, конечно же, самолёты и побольше. Кстати, как многие знают, в том числе и русские военные самолёты, но увидеть главное чудо Венесуэлы – водопад Святой Анхель – можно только с помощью такой малышки. Горы с усечёнными вершинами похожи на столы великанов. Одна из них – Ро Райма, покорённая в 1884 году двумя английскими альпинистами, стала прообразом затерянного мира сэра Артура Конан Дойля. А в 1937 году американский пилот Джим Энджел совершил вынужденную посадку между этими столами и наткнулся на водопад высотой 978 метров. Падающая с горы река превращается в водяную пыль, не успев коснуться земли. Местные индейцы верят, тот, кто увидел Анхель, знает дорогу в рай. В национальном парке Канайма, который разбит вокруг этих фантастических водопадов, встречается что-то удивительно родное. Парк Национал Канайма, Исла Анатолий. Национальный парк Канайма, остров имени Анатолия. По легенде, еще в середине прошлого века здесь появился русский Анатолий. Он остался жить, женился, и его русопятые потомки до сих пор встречаются среди местного населения. А вот водопад, который мы увидим сейчас, по-испански называется ласковым именем Сапо. Жаба, значит. Жаба, потому что водопад похож на открытую пасть огромной жабы, которая притаилась под каскадом воды. Водопад Жаба, это вообще аттракцион. Его ширина около 80 метров. И можно пройти на ту сторону реки, прямо под водопадом. Жаба не раз снималась в кино, например, в последнем из Магикан. Это место само просится на экран. А вот нам из-за отсутствия бокса для подводных съемок пришлось оставить оператора на этом берегу. Самую красивую часть жабы мы не сняли, зато сохранили камеру. Среди всех этих красот живут счастливые люди. Ну, впрочем, я не знаю, насколько они счастливые, но должны быть счастливыми, потому что такая им досталась красотища. Это индейцы народности Пемон. Они, конечно, уже давно не носят набедренных повязок, но сохранили многое из своей культуры, которой даже никто не знает, сколько лет или тысяч лет. Индейцы составляют около 1% населения страны. Их образ жизни мало изменился, в основном потому, что они обитают в самых труднодоступных местах, где в пищу идет все, даже муравьи. Как тебя зовут? Магали. Магали? Магали. Магали. Что это? Это соус. Это обычные муравьи или нет? Нет, это особый сорт. Ну, вы уже догадались, что Пемоны иногда понимают испанский язык, если они живут вблизи дорог или каких-то больших поселков, но говорят с трудом, поэтому мне помогает Хесус. Что ты готовишь? Кумачи. Кумачи. Это соус, который едят вместе с блюдом из юки. Это соус? Да. Ай, не убегай, не убегай, не убегай, не убегай. Ай, куда ты? Туда бросаю, да? Так. Тохлые годятся? Сирвы? Да. И... А как же вы их собираете? Их можно найти только рано утром, часов пять. Сейчас, когда взошло солнце, они все спрятались. Яура. Это готовый кумачи или надо еще что-то делать? Надо добавить немного перца. А-а-а, это зеленый перец. Очень острый. А вот, смотри, на меня попал кумачи. Нет, это не съедобные муравьи, это обычный термит. А-а-а, это термиты, а не муравьи. Это агуита. Так этот сок выделяют муравьи. Нет, это сок юки. Оказывается, это еще выжатый сок юки, в который добавляются термиты и перец, чтобы этот сок был кислый и очень острый. И... Кислый какой! Если вы возьмете сейчас лимон, выдавите его в чашечку, а потом насыпите туда много-много перца и подавите потом туда муравьев, чтобы придать этому удивительному блюду специфический запах, то у вас будет абсолютно точное представление о том, что я сейчас делаю. для термита. А, муравьев есть надо? Да. Что-то там понятно. Берем маленького... Какая гадость. Берем здорового термиту. Вот он. Я удивляюсь в этой жизни. По сути, дело только одному. Почему-то, когда я встречаюсь со зрителями нашей программы, они задают один и тот же вопрос. Один и тот же вопрос. Мне задавали его уже тысячи раз. А вы правда это едите? Нет, неправда. Я вас обманываю. Ой, какая гадость. Ой, какая невкусная гадость. Когда ешь эту термиту, это совсем невкусная гадость. Чувствуешь себя практически медведем. Который, как я слышал, очень любит муравьев. А покажете, как делать касаве? Надо пойти в огород и выкопать юку. Тогда пошли. Народ, как видите, здесь некрупный. И по вертикали, и, можно сказать, в периметре. Это и есть юка. Да. А я почему-то думал, что юка – это такая картошка. А юка, оказывается, дерево. Нет, все-таки картошка. Точнее, корнеплод – дальний картошкин родственник. Его вершки, больше похожие на деревце, в пищу не годятся. А вот корешки – главный хлеб индейцев. Ага. И что, это вкусно? Нет, она ядовитая. Ядовитая? Так нормально. Оказалось, что употреблению юки предшествует целый процесс. Ее надо натереть на терке, потом отжать сок и высушить. Только теперь она становится съедобной. Пимонская терка. Что значит сила традиций? Вместо того, чтобы взять и научиться сажать картошку, они сажают эту юку, для которой приходится делать даже специальные вот такие корыта. По консистенции больше всего похоже на хрен. Что, это дети росы? У нее 11 детей. 11! А в моей стране раньше давали орден каждому, у кого было 11 детей. А у нас таких много. Какая интересная штуковина. Теперь с помощью этой штуковины надо выдавить ядовитый сок юки. Это соковыжималка пимонская. Если бы юки было много, то сейчас бы это молочко потекло, как из-под коровки. С помощью вот этого вот потрясающего совершенно инструмента. Молочко должно отстояться. Нижняя его часть, это и есть тот самый яд. А вот жидкость, которая всплывает, она-то и перемешивается со столь понравившимися мне кисленькими термитами. Но обратите внимание, какая тонкая эстетика всего, что они используют. Вот эта вот сейлка, или не знаю, как ее назвать, такое впечатление, что она выполнена каким-то невероятно модным и талантливым дизайнером. А, да-да-да, смотри, видишь? Вот, вот, вот оно. Яд осел на дне. Он в виде такого молочка. А вторая часть жидкости отстоялась. Так вот, смотри, только они собираются печь хлеб не из теста, а из муки. Вот это да. Я вижу первый раз в жизни. Пока мы ждем. Вы не могли бы мне дать урок вашего языка? Правда ли, что в языке индейцев нет слова «любовь»? Нет, но мы говорим «мне нравится». А как сказать «я тебя люблю»? Апудопэ, эдай. Апудопэ, эдай. Ты мне нравишься, я тебя люблю. Такого я, правда, еще не видел. Не тесто, а горка сухой муки на раскаленной плите волшебным образом сама собой становится лепешкой. Ух ты! Это и есть касаве. А на вашем языке как? Экей. На тебе. Будешь? Экей, кумачи. А это? Кей кумасак. Кей кумасак. Я касаве попробую, а вот кей кумасак не хочу точно, потому что я что-то не очень разобрался, что такое яд, а что такое не яд. А если вот эти муравьи вонючие и не яд, то все равно мне пробовать их совершенно не хочется. Очень вкусная лепешка. Мне кажется, без муравьев гораздо лучше. Все городки Венесуэлы похожи как близнецы. По словам Габриэля Гарсия Маркеса, в них никогда ничего не происходит, но все время что-нибудь случается. Во всех таких городках есть главная площадь и обязательный кафедральный собор. Побольше или поменьше, в зависимости от размеров самого поселения. А в центре площади, как когда-то бюст Ленина в наших городках, непременный бюст Боливара. Самая любимая еда здесь – лепешка из кукурузной муки, качапа. Предмет национальной гордости венесуэльцев. Качапу можно съесть где угодно. Но я выбрал, естественно, площадь Боливара. Это, видимо, самая главная качапочная в этих краях, ну раз она находится на площади Боливара. Добрый день! Что желаете? Есть ли качапа? Да, сеньор. Все, что нужно для качапы – сыр и кукуруза. Зерна кукурузы перемалываются, и из получившейся массы печется блин. Удивительно, но ни яиц, ни молока в это тесто не добавляют. На раскаленной плите кукурузное тесто волшебным образом превращается в блинчик. Это и есть качапа, она самая. Обалдеть! Это очень вкусно! Чуть-чуть солоноватый сыр, чуть-чуть. Очень нежный. И чуть-чуть сладковатый блин. Потрясающе! Завидуйте мне! Где зародилась эта игра, в точности неизвестно. Я видел ее вариации в разных странах, в том числе и в Европе. Но венесуэльцы убеждены, что это их венесуэльская, боливарианская, практически социалистическая игра. Здесь ее называют болос-креолиус, то есть креольские мячики. Креольские – это значит те, которые родились на этом континенте. Они приехали сюда с каким-нибудь там Колумбом. И как в это играть? Йога, я что, выиграл? Пока да, твои шары ближе всего. Я выиграл? Я не очень понял, как. Значит так, самое главное – небольшой шарик. Самое главное – это вот этот маленький шарик. Значит, идея в том, что большие шары разного цвета. И выигрывает тот, чей шар окажется ближе к маленькому. Потом противнику дается второй шанс, когда он оттуда издалека может отогнать мяч противника. И тогда его будет ближе к этому железному. Ну или что-то вроде этого. Тот, кто выиграл, должен вот этот шарик Минго бросить туда. Теперь моя задача – отогнать. Так, похоже, в этой партии мне не светит. А теперь я, кажется, проиграл. Ну да. И тебе придется заплатить. Хочешь пивом? А хочешь денежкой. Я что, должен пиво всему району или только игрокам? Только нам. Ну это лучше, это лучше. А оказалось, уже правда, после того, как мы отплыли от берега, что проигравший должен купить пиво всем игрокам. При всей кажущейся простоте этой игры, дальней родственнице дворовой расшибалочки времен моего детства, определенный навык в ней, конечно, нужен. Как меня уверяли, точность броска во многом зависит от правильной стойки, которая мне, как я не старался, не удавалась. По-моему, здесь сегодня будут пить пиво. Я выиграл в первый раз одну очку и в этот раз два очка. А они выиграли в прошлый раз три очка. У нас ничья. Еще неизвестно, кто будет пить пиво. Шары, карты, домино, да пиво. Главное развлечение мужской части населения республики во время свободное строительство социализма. Если, конечно, не случается футбольного матча, от исхода которого зависит судьба чемпионата. Впрочем, в этом смысле венесуэльские мужчины мало отличаются от любых других. И кто здесь продает пиво? Игра венесуэльских мужчин. Проиграл, выставляйся. Долго видно, в нее играть нельзя. Особенно, если выигрываешь. Ладно, мужики. Приятно было познакомиться. Пусть еще приезжает. Пока. Представляю, в каком шоке были ботаники из Европы, когда впервые ступили в новый свет. Столько всего. И такое все удивительное. В Латинской Америке, кстати, человечество обязано очень многим. Мало того, что после открытия нового света оно осознало свои размеры. И, наконец, убедилось в том, что земля круглая. После этого жизнь стала наша намного вкуснее. Мы обязаны очень многим этому континенту. Картошкой, помидорами, перцем. Еще много-много, чем другим. Ну и, конечно же, какао. Какао здесь собирают дважды в год. Но как раз не тогда, когда я оказался в Венесуэле. Хозяева плантации какао. Вот Хустина как раз хозяйка плантации. Они сейчас ходят в основном и глядят, как подрастает, как наливаются плоды какао. Хустина нашла для меня один маленький плод. А сикому лукорту. Резать как хлеб или разрубить? Голпе. Лучше разрубить. Европейцы, правда, впервые увидели какао не в Венесуэле, а в Мексике. Да и само слово это восходит к выражению на языке майя, которое соединяет в себе сразу два понятия. Силу и огонь. Удивительные свойства какао разгадали ацтейки, которые тоже жили на территории Мексики. Говорят, что разрешалось путнику, который проходит мимо дома, вокруг которого растет дерево какао, ему разрешалось сорвать плод и утолить жажду. После того, как гость съедал мякоть, он должен был оставить семена какао на месте своего, можно сказать, преступления. Серединку выбрасываем, а вот эти белые, это и есть семена какао. Мы отвозим их на производство, где их ферментируют и высушивают. Производство оказалось небольшим двором с навесами. В период сбора урожая семена здесь несколько дней выдерживают под навесами, а потом сушат на солнце. В Венесуале, как и в любой другой стране, есть, конечно, кондитерские фабрики, в которых делают конфеты. Но в штате Окумары конфеты делают дома самые обычные бабушки. Как у нас, например, они делают блинчики или пирожки. Вчера вечером они изготовили вот эти замечательные обычные конфеты, а сегодня пришла очередь белого шоколада. Как делают белый шоколад, я сам, честно говоря, не знаю. Хороший повод для того, чтобы в этом разобраться. Это Элина. Мы будем делать белый шоколад. Можно попробовать? Здесь пока нет сахара, и у шоколада нет вкуса. Только запах. Вот эта вот желтовато-белая субстанция называется масло какао. На вкус она отвратительная. Но это самое важное, что есть в какао. Сухое молоко. Чтобы сделать белый шоколад, нужна эссенция какао, сухое молоко и сахар. А правда говорят, что шоколад полезен для здоровья? Да. В нем много полезных веществ, антиоксидантов. И главное, масло какао не откладывается в организме. Неужели? Нет. Оказывается, масло какао разлагается при температуре 29 градусов. По Цельсию выше 0. А любое другое масло растительного происхождения разлагается, как уверяет меня Элина, при температуре от 40 до 60 градусов. По Цельсию выше 0. Что из этого следует? Что масло какао полностью растворяется в организме и выходит из него. В отличие от всех других жиров растительного происхождения, которые остаются в виде некоторых частей тела. Вообще штат Акумары, какой-то удивительный штат Венесуэли. Во всяком случае, то, что видят здесь глаз, из этого следует, что работают здесь только женщины. Женщины собирают какао, ухаживают за плантацией, делают конфеты. А я спрашиваю, где же ваши мужчины? А мужчины в море. Ловят рыбу. Отлично. Так это уже и есть белый шоколад? Мы на полдороги. Попробуй. Не хватает только эмульсии, чтобы сделать массу однородной. Соевый лицетин. Для того, чтобы все ингредиенты лучше перемешались. Станок, приспособленный для нужд производства шоколадных конфет. Я задал вопрос Елене. Почему шоколадная масса? То есть, перетертые вот эти вот зернышки коричневые, а масло какао белое? Она сказала, это очень просто. Потому что все масло всегда белое. Это еще одна какао-давилка. Нужна она для того, чтобы сделать эту массу окончательно однородной. Еще раз? Да, 4-5 раз. Чтобы и ни одного комочка не осталось. Мы остужаем шоколад на холодной мраморной доске. А почему, спросите вы, у нас шоколадных дел мастеров? Нельзя остудить шоколад, например, в холодильнике. А потому что враг номер один у шоколада – вода и влажности. Это кубинский метод. Строить социализм на болеврянской земле Венесуэлы местному населению помогают кубинцы. В разных отраслях народного хозяйства. Именно кубинцы придумали разливать шоколадную массу, используя для этого пакетики. Целлофановые. Экономично и не надо очищать. Ну вот, собственно, и все. Через 10 минут наш белый шоколад остудится и займет свое почетное место на этом замечательном прилавке. Практически каждый из вас, друзья, может изготовить черный, белый, горький, сладкий и несладкий шоколад. Для этого всего-то нужна пара шоколадодавилок, кастрюля, лопаточка, ну и, конечно, дерево какао. Остров Маргариту Колумб открыл лично. Это случилось во время его третьего плавания в 1498 году. Он назвал ее в честь наследницы испанского престола Маргариты Австрийской, в которую будто бы был влюблен. Правда это или нет, неизвестно, но Маргарита считается жемчужиной Венесуэлы. Сегодня это курорт, на котором есть все, что нужно, чтобы отогреться после долгой российской зимы. Включая, конечно, одноименный коктейль, который на Маргарите пользуется особой популярностью. Правда, легенду о том, что его рецепт родился именно здесь, местные жители начисто отвергают. Многие из них зарабатывают на хлеб, обслуживая приезжих. Для всех прочих остается исконное занятие островитян. Рыбалка. Вообще-то у меня есть все основания считать, что обитатели Индийского, Тихого и Атлантического океанов вступили в злобный заговор против меня. Сколько я не мочил в указанных акваториях всевозможные снасти, сколько не бросал сети, ничего никогда не поймал. Ну, разве что пара каких-нибудь секилявок. Мне говорят, что в Венесуэле будет все по-другому. Что будто бы привозят местные рыбаки каждый день по 50-70 килограммов пульпо. Так этот морской обитатель называется по-испански. Ну что ж, попробуем рыбацкого счастья на этот раз. Как уверяли меня мои спутники, ловить осьминога, в отличие от рыбы, можно в любое время суток. Клюет он будто бы здесь, постоянно. Осьминог ползает не абы где по дну. Он охотится за моллюском определенного сорта. Поэтому надо выйти довольно далеко в море, чтобы попасть на уловистое место. А для этого покататься на венесуэльских горках. Чувствуешь вес груза? Как только станет тяжелее, осьминог там. Это Мануэль. Будем надеяться, он дал мне самую уловистую снасть. Сейчас, говорит, столько наловим, в лодку не поместятся. Ну вот это да! Ты только посмотри! Ой, какой мамочке, какой он неприятный. Ты смотри, еще одного, по-моему. Так, давай мне удочку, давай удочку. Держись, карибский осьминог. Сейчас будем тебя вынимать. Эх ты, эх ты. Чувствуешь? Так, 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 так. Ловись. Ульпо. Большой и маленький. Конечно. Было два осьминога. Может быть, я просто пессимистично смотрю на вещи. И поэтому он не ловится у меня. А они веселые, открытые люди. Когда он маленький, у него мясо более нежное или нет разницы? Большой разницы нет. Ну и правильно. Осьминог, он что большой, что маленький. Все равно вкусный. Когда он есть. Обычная история. Вот сколько раз это было на Атлантическом, тихом, в Средиземном море. Мы, говорит, обычно в это время здесь по 60-70 килограммов этого самого осьминога ловим. Не знаю, говорит, почему не клюет. Привезли меня в место, где нет никакого пульпа. Вы надо мной издеваетесь. Мне дали плохую удочку. С таким же успехом можно в Подмосковье червя купать. Хоть не надо сюда ползти. Не надо за меня хвататься. Подбирается. Уйди, уйди. Уйди, говорю. Вот так вот. Что бы сделал на моем месте любой трудящийся телевидение? Он бы посадил на крючок пойманного осьминога и сделал вид, что это он его поймал. Но не тут-то было. Есть пульп, значит есть. Нет, значит нет. Ну и как улов? Целый ящик осьминогов. Уж ты здесь с Аккаром... Да вы здесь всех осьминогов переловили. На твою долю хватит, если умеешь ловить. Ты ведь ловить не умеешь. Сам ловить не умеешь. Веселый народ венесуэльцы. Выловили всех осьминогов Карибского моря. Вот он здоровый, гигантский подводный паук. Осьминог, иди сюда, иди сюда, иди сюда, карибский осьминог. Я поймал тебя. Я тебя вытащил. Буй, сошел. Это тебе не рыба, которая садится на крючок и уже там сидит. А он же что? Он только прилепляется своими щупальцами к рыбке. Тут-то и надо его вытаскивать. Какое-то венесуэльское издевательство. А может быть, они чувствуют мое сдержанное отношение к строительству боливарянского социализма. И глаз, и рта. Жуть какая-то морская. Сейчас ничего говорить не буду. В прошлый раз говорил, он сошел. Вот он! Я поймал тебя, поймал! Иди сюда, иди сюда. Ага, идет, идет, иди сюда. Нет, 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 нет. Тащи, тащи, тащи его! Не очень большой, прямо скажем. Но все-таки пульпох сопротивляется. Судьба твоя, брат, решена. Будешь ты теперь частью какого-нибудь салатика. Ладно, успех закрепили. Можно на этом ставить точку. Вообще говоря, многие народы борются за право называть свою землю раем на земле. Венесуэла в этом смысле не исключение. Здесь и правда, под этим карибским солнцем, в этой благодатной почве, наверное, вырастет даже мачете, если воткнуть его в землю. Сколько бы вы не читали книжек про всевозможные тропические фрукты, когда вы приедете в Венесуэлу, вы все равно поймете, что приехали неподготовленным. Это знакомьтесь с Хосе. Он живет на острове Маргарита, и он мне сейчас покажет все, что растет у него в саду. Поехали. Чего начнем? Сейчас все покажу, что есть на Маргарите. Это какао. Почему оно такое маленькое? Еще вырастет. Еще не сезон. Да, оно еще не созрело. Ну, подождем, пока вырастет. Что еще есть? Манго, смотри. Много разных сортов. Зеленое манго. Когда оно созреет, будет желтым. Называется манго дуду. И сколько же урожаев в год? На Маргарите урожай круглый год. Вот смотри, другой сорт. Фресканер. Созревшая. У них манго валяется просто под ногами, как желуди. А-а-а, это прекрасный фрукт. Никому не нужно здесь манго. Сколько же сортов у манго? Пять сортов. Вот люди. Вот живут себе на этой Маргарите. Главное, чтобы дедушка посадил дерево. И оно растет себе 200 лет. И падает с него. Хоп! Красота какая, а! Не лезет даже в карман. А это кокос. И как же его собирать? Надо лезть на пальму? Можно и на пальму. Хосе, сколько тебе лет? 68. Нет. Да. 68 лет. И ты еще можешь залезть на пальму? Могу и на пальму. Так, что еще у нас? Да, пожалуйста. Вафик, нам нужны кокосовые орехи. Здесь у нас оноко. И что с ним делать? Можно красить еду. Ух ты! То вы если не любите есть, например, белую кашу, хотите съесть какой-нибудь красный, то можете посадить в себя вот такое дерево. А индейцы красятся им, правда? Да, они красили лица. Оно ведь съедобно. Да, правильно, все равно все равно. Да уж, не отравишься. А это гуаява. Гуаява. Это вот для нас экзотический фрукт. Он, честно говоря, сам невкусный. Очень кислый. Но если вы когда-нибудь увидите в магазине джем из гуаявы, можете покупать его смело. У него абсолютно ни с чем не сравнимый. Ни с чем не сравнимый аромат. Так его есть не очень вкусно, потому что он ослявый. И полно витаминов. Очень вкусно. Сладкий перец. Это лучший в мире. Может, лучше в Венесуэле? Во всем мире. Ну, кто бы сомневался. Лучший самый в мире. Перец растет у нас на маргарите. Папайя. Хорошо уродилась. Да. Ты только посмотри. Везет же некоторым, а, Хосе? А, ты посмотри. Во всем мире папайю называют папайи, кроме куба, где это слово обозначает неприличное слово. А здесь в Венесуэле ее называют лечоса. Молочница, что ли. Стоит ткнуть папайю, как у нее образуется такое вот молочко. Лимон. Это французский лимон. Французский? Не венесуэльский? Растет у нас, а называется французским. Кислянина. Алоэ, Вера. Растет в горшках на подоконнике в Москве. Вы только посмотрите, они здесь совершенно потеряли всякий стыд. Они манго кормят черепах. Ты можешь отличить самку от самца. Плоский живот у самки. Ух ты, тяжелая. А это самец. Так, я немедленно требую, чтобы все дети сейчас выключили телевизор, они любят друг друга не как на Западе, лицом к лицу. Я бы вообще не стал трогать эту тему. Это просто в Венесуэле так много солнца, так много фруктов. Не надо заползать на меня, я кому говорю, что, ну у них немножко другие представления. Одним словом, не бойся, девочка, для того, чтобы черепахи воспроизводили свое потомство, им нужно вот так вот приспособиться. Ну, я не уверен, что вполне так, но во всяком случае на этом настаивает Хосе. Это колодец. Там вода. Но у нас такие же. Но у нас такие же. Ты что думаешь, что мы по-другому, что ли, живем? Ну, не растет у нас манго. Ну, не бегают черепахи. Но у нас тоже есть чем похвалиться. Из сахарного тростника, как известно, делают сахар. Но везде, в карибских странах, из него делают гварапу. Выдавливают сок, который пьют. Вот этим мы сейчас с Хосе станем заниматься. Очень тяжелая работа. Мачетероса, именно так называются люди, которые рубят тростник, работают от восхода до заката. Сахарный тростник надо срубать под корень, для того, чтобы в следующий раз выросло и не пропало растение. Верхушку отрубай, там сока мало. И сколько гварапу у нас получится? Литр? Больше? Меньше? Больше. И как вас зовут? Михаил! Михаил! Си! Вы что, военный? Нет. А что? Теперь нет. Служил раньше в армии. А сейчас он просто революционер. А вы, наверное, немец? Руссо. Русский. Вот это да, русский. А вот там, с той стороны этой давилки, стоит Анастасио. Хотите, верьте, хотите, нет, но ему 84 года. Он говорит, что этой давилке, по крайней мере, 200 лет. Эй, хоп, 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 хоп! Далим сахар! А вообще, если вы думаете, что это очень легко, вы ошибаетесь. Легко, первые 186 кругов. Вот он, свежайший гуарапух. Теперь за ваше здоровье, дорогие наши телезрители. И запомните старую венесульскую мудрость. Кто будет работать с утра до вечера, не покладай рук. У того будет все. И здоровье. И деньги. И любовь. Ура! Ну, это все на сегодня. Увидимся ровно через неделю. Где-нибудь еще. Пейте гуарапу, все пейте. Пейте гуарапу, все пейте. Продолжение следует...